С вами снова канал VideoNews и мы продолжаем публиковать серию видео обо всем интересном вокруг нас. Сегодня в рамках темы о гипотетических астрофизических объектах и по просьбе одного нашего уважаемого пользователя мы поговорим с вами об одном таком объекте, придуманном теоретиками совсем недавно. Его природа вроде бы уже и ничем не отличается от природы и сущности уже обнаруженных и наблюдаемых человечеством объектов, которых мы называем черными дырами. Поэтому ключевым фактором в новинке стала его гигантская масса, что дало право авторам теории назвать свой объект Stepedly Large Black Hole, сокращенно слаб, во множественном числе слабс. На русский язык это можно перевести как чрезвычайно большие черные дыры. Наше видео мы начинаем с того, что выскажем свое мнение о сырости и недостаточной обоснованности этой теории, авторы которой, как говорится, смешали в кучу и коней и людей, а именно и так называемые первичные черные дыры, и обычные такие объекты, и темную материю, и слабо взаимодействующие массивные частицы. Что из этого получилось? Давайте мыслить и разбираться с вами вместе по ходу ролика. Поскольку в русскоязычных источниках эта тема освещена крайне плохо от слова совсем, то ориентироваться мы с вами будем на англоязычные и так сказать европейские публикации. А поэтому для простоты называть эти объекты далее будем англоязычным сокращением слаб. Итак, немного и кратко с того, что мы с вами знаем об обычных черных дырах. Они разделяются на два типа, а именно черные дыры звездной массы, которые образуются после взрыва сверхновой массивных звезд в результате коллапса их ядер, и сверхмассивные черные дыры, которые наблюдаются в центрах галактик. Предполагается, что есть и промежуточное звено между этими двумя типами, так называемые среднемассивные черные дыры. Однако, каких усилий на астрономы не ищут во Вселенной, все пока что бесплодно, и до сих пор они считаются чисто гипотетическими. То же касается сверхмассивных черных дыр, то на всякий случай скажем, что одна такая под обозначением стрелец А со звездочкой весьма благополучно обитает и в центре нашего Млечного Пути. В плане массивности она довольно скромная, и с массой около 4,5 миллионов солнечных масс, она явно не возглавляет топы известных ныне науке подобных объектов. Если же брать самую большую из известных на данный момент сверхмассивных черных дыр, то тут продолжает лидировать такой объект, дающий жизнь квазару тонн 618. Ее массу более или менее подтверждено, оценивают 66 миллиардов масс Солнца. Как говорится, настоящий монстр, и уже далее как бы и некуда. Но три европейских ученых решили придумать черные дыры еще более чудовищных масс. Это профессор математики и астрономии из Лондонского университета Королевы Марии Бернард Карр, а также Флориан Кюнель, космолог из университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, и Лука Визинелли, астрофизик элементарных частиц из Амстерданского университета. 18 августа 2020 года они опубликовали на этот счет свою работу, что можно, так сказать, и считать днем рождения данной теории. По мнению теоретиков, во Вселенной могут существовать черные дыры, которые должны иметь массу, превышающую даже 100 миллиардов солнечных масс. Своё детище авторы решили назвать эффектно, то есть стапендис Лердж Блэк Холл, при этом не менее эффектно сократив его аббревиатуру, чтобы и она что-то собой обозначала. Слаб переводится на русский как пласт или пластина. В общем, получилось со всех сторон красиво. Однако, когда речь только начинает заходить о слабах, волей-неволей встает ключевой вопрос о том, если они на данный момент все же где-то и существуют, то как же они могли вообще образоваться? Ведь до сих пор остается неясным, как зародились даже самые обычные сверхмассивные черные дыры, особенно в ранней Вселенной на протяжении первого миллиарда лет после Большого Взрыва. В недавнем нашем видео мы рассказывали о предположениях на этот счет, от коллапса конденсирующейся материи при охлаждении Вселенной до взрывов сверхновыми квазизвезд. В теории зарождения слабов теоретики отправляют нас с вами еще далее, а именно в Планковскую эпоху, когда на протяжении секунды после Большого Взрыва случайные колебания плотности в горячей, быстро расширяющейся новорожденной Вселенной могли образовать достаточно концентрированных карманов материи, которые тут же сколлапсировали в черные дыры. Такие черные дыры в других теориях называют первичными, и они могли служить, так сказать, семенами для более крупных черных дыр, которые потом и начали набирать массу за счет поглощения окружающей материи и слияния друг с другом. Что же такое первичная черная дыра? Вот тут, наверное, на этот счет надо было нам сделать отдельное видео, но сейчас ограничимся всего лишь одним теоретическим направлением. По нему это планковские черные дыры, о которых мы вам уже рассказывали в одном из наших видео, ссылку на которое вы можете видеть в правом верхнем углу экрана плеера в напоминаниях. Согласно теоретических выкладок, это минимальная по размерам и массе черная дыра, которая теоретически может существовать в природе. В продолжении теории планковские черные дыры должны являться так называемыми максимонами, то есть массивными частицами или, как их еще называют, слабо взаимодействующими массивными частицами. Английская аббревиатура WAMP, которую на русскоязычный манер для простоты произносят как ВИМП. Именно ВИМПы сейчас всерьез подозреваются в причастности к загадочной и непонятной темной материи, которую нельзя не увидеть, не потрогать, а ощутить можно разве что только гравитационно. Авторы теории слабов весьма обтекаемо пишут о ВИМПах, но из работы можно заключить, что именно эти самые ВИМПы и стали прародителями слабов и, скорее всего, наблюдаемых нами сейчас обычных сверхмассивных черных дыр. Иными словами, если так можно выразиться, слабы являются прямыми потомками частиц темной материи. Забавно звучит, не так ли? Теперь давайте немного поговорим о том, как же можно обнаружить эти слабы. По мнению теоретиков, черные дыры такой гигантской массы могут быть прекрасными гравитационными линзами, искажающими и усиливающими свет от далеких объектов. Кроме этого, слабы должны гравитационно искажать окружающие, если не будут находиться по соседству галактики. В этом случае это легко будет заметно не только по разного рода излучениям от таких галактик, но даже и чисто визуально по их форме. В свою очередь, Лука Визинелли считает, что мощное гравитационное притяжение слабо должно собирать вокруг такого объекта своеобразный ореол из ВИМПов, а высокоэнергетические гамма-лучи, которые могут возникать в результате их аннигиляции и дадут астрономам возможность обнаружить эти самые чрезвычайно большие черные дыры. Однако, как говорил герой одного известного советского мультфильма, а мы молока не видали пока, то есть ведущиеся изыскания в этом направлении пока что не дали желаемых результатов, оставляя слабо в разряде гипотетических астрофизических объектов. Ну и в завершении нашего рассказа, как всегда, традиционные ложки дегтя в бочку с медом хорошо сложенной теории. Во-первых, из работы не совсем понятно, где эти слабы должны находиться. То есть они должны быть центрами галактик, или же существовать как-то обособленно в космосе. Из того, что поняли лично мы, то авторы имели в виду как раз второй вариант. А почему тогда так? Почему вокруг обычных сверхмассивных черных дыр с помощью темной материи сформировались галактики, а вокруг слабов нет? Или слабы благодаря своей необычайной прожорливости способны поглотить все, что находится вокруг них? Вот здесь возникает очень много вопросов, ответов на которые теория не дает. Во-вторых, если прародителями слабов являются вимпы, то есть по сути дела частицы темной материи, то почему одна часть вимпов смогла дорасти до размеров слабов, а другая нет? Так и продолжая оставаться все теми же вимпами, максимонами или планковскими черными дырами, называйте их как угодно, все равно более или менее сбалансированной теорией по темной материи, пока что нет и близко. Ну и в-третьих, сейчас уже практически доказано то, что предел массы сверхмассивной черной дыры в среднем составляет 50 миллиардов Солнц. В противном случае дальнейшее увеличение массы и объема приведет непременно к разрушению аккреционного диска, а следовательно, к прекращению ее питания и как следствие дальнейшего роста. В случае с ТОН-618, астрофизики уже отмечают существенное замедление темпов увеличения массы сверхмассивной черной дыры, что вызвано, по их мнению, как раз процессом разрушения аккреционного диска. Поэтому, если ориентироваться на данный предел, вовсе непонятно, как слабы должны набирать столь внушительные массы. Как итог сегодняшней темы, приведем цитату из высказываний Бернарда Карра. В частности, он сказал следующее. Мы не знаем, существуют ли слабы во Вселенной на самом деле, но мы надеемся, что наша статья послужит стимулом для обсуждения в обществе. Иными словами, лишний пиар и гранты нам явно не повредят. Поэтому и мы давайте будем относиться к этим бесспорно интересным, но в реалиях крайне маловероятным объектам, к красивой теории, дающей пищу для наших с вами рассуждений. На этом канал Видеоньюз благодарить всех вас за внимание и надеяться, что все изложенное в этом ролике было для вас полезным и интересным. Смотрите нас в Ютубе, ставьте лайки, высказывайте свое мнение и пожелания в комментариях, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями. Субтитры создавал DimaTorzok